Шарлиз Терон Шарлиз Терон Шарлиз Терон А премия Оскар за роль в фильме «Монстр» повысила размер гонораров на несколько нулей. По размеру своих гонораров Терон занимала в 2006 году седьмое место после Холли Берри, Камерон Диас, Дрю Берримор, Фенезен Вегер, Риз Уизерспун и Николь Кидман. В 2007 году актрисе представилась возможность снова вернуться в модельный бизнес. Так, по предложению Джона Гальяна, девушка выступила в качестве лица Жадор в рекламной кампании Кристиан Диор. Актриса славится своими разноплановыми ролями. Она способна воплотить на экране и обольстительную красавицу светского общества, и девушку-солдата посреди боевых действий. В 2009 году Шарлиз исполнила главную роль в постапокалиптическом триллере «Дорога». Спустя два года Терон сыграла писательницу в трагикомедии «Бедная богатая девочка». А в 2012 главную злодейку – королеву в приключенческом фэнтези «Белоснежка и охотник». В 2015 году на экраны вышел нашумевший фильм «Безумный Макс. Дорога ярости», продолжающий франшизу известных постапокалиптических фильмов, которым актрису просто не узнать. Сегодня актриса работает над съемками «Форсажа 8», а шпионский триллер «Атомная блондинка», где Шарлиз досталась главная роль, уже идет в прокате. Редактор субтитров А.Семкин